Ни для кого не секрет, что нагрузка на зрение сегодня колоссальная. А потому диагнозы, которые раньше были известны лишь узкому кругу, становятся знакомы большинству. Один из них – синдром сухого глаза. По некоторым данным, в последние годы заболевание выявляется у 16% взрослого населения. И эти цифры постоянно растут. Синдром сухого глаза, я бы сказала, это бренд нынешнего времени, к сожалению. И для этого синдрома есть как общее условие – это заболевание, которое системный характер носит в организм. Ну, такие как сахарный диабет, патология, щитовидные железы или системные заболевания, например, такого ревматологического плана. Развитию синдрома сухого глаза способствует сильная нагрузка на зрение. Прежде всего, это общение с гаджетами и работа за компьютером. Все дело в том, что передняя оболочка глаза, роговица, она не может жить без влаги. Поэтому мы физиологически постоянно моргаем, мы даже практически не обращаем на это внимания, для того, чтобы роговица была увлажнена. Когда мы смотрим на какой-то яркий светящийся экран, хотим мы того или нет, глядя на информацию на этом экране, мы забываем положенное количество раз моргать. И вот здесь создаются условия для того, чтобы развился синдром сухого глаза. Синдром сухого глаза в первой степени может не иметь ярко выраженных симптомов. На третьей стадии это заболевание нередко провоцирует ухудшение зрения. Если говорить о синдроме сухого глаза в выраженных степени, например, третьей, то она может влиять на остроту зрения, вплоть до того, что может снижать до 3-4 строчек зрения даже у хорошо видящего человека. То есть здесь уже идет выраженное изменение на роговице, она страдает, образуются такие муциновые нити, то есть это уже эпителий заинтересован, то есть передняя оболочка глаза. Очень некомфортно себя в этих условиях чувствует. И, конечно, человек, прежде всего, иногда даже с этого начинается, он приходит с жалобами на то, что он стал хуже видеть. Всемирная организация здравоохранения рекомендует при работе за компьютером делать перерывы каждые 20-30 минут. В общем, программист, он там за компьютером от 8 до 12 часов, то он каждые 30 минут должен делать перерыв. Для того, чтобы сделать легкую гимнастику, да, и расслабить зрение, немножко восстановить его, и второе, это в том числе и стабилизировать слезную пленку. И, конечно, в зависимости от условий труда, мы рекомендуем капли или какие-то препараты либо в режиме по необходимости, когда человек чувствует дискомфорт, либо, если это вторая и третья степень, уже в более таком общем курсовом режиме. Например, человеку, который постоянно занят работой за компьютером, мы можем там посоветовать, особенно если у него есть патология зрения, минус или плюс, это добавочно, чтобы снизить нагрузку на глаз очки со специальным покрытием.